Привет, друзья! Как-то нежданно-негаданно решил записать видосик про британскую ПТшку 7 уровня Челленджер. Как-то я играю и очень много наблюдаю именно данных ПТшек. На 7 уровне, на 8 много катается, на 9, ну и само собой этих бабах на 10 также хватает. И решил просто по ним пробежаться. Давным-давно, конечно, я уже на них играл, но все попродавал, кроме десятки, и сейчас опять же все выкупаю. И как-то, знаете, ребят, я очень даже был удивлен этой ПТшке, потому как какая-то она очень жесткая, прям мощный аппаратик. На ней прям катаюсь и не могу наиграться. Ладно, давайте уже, лирическое отступление хватит. Броня, конечно, здесь ее нету, 100 мм нижний лист, VLD 60-89, башня тут 50-53 мм, солба по бортам 40 и корпус там 28-30 мм. Конечно, брони у этой ПТшки нету, все уже прекрасно знают, и здесь нечего-то долго сидеть. Оборудование также не стал я мудрить, поставил досылатель, вентилятор и малошумку. Само собой, некоторые оборудования здесь можно поменять, для разного геймплея, говорю, всегда ставьте, ребята, оборудование, которое вы предпочитаете. Тут же хорошо заходят и трубы, не знаю, просветленка, турбинка, в общем, много чего сюда подходит для этой ПТшки, но я решил из нее, знаете, сделать такого гибрида. Вроде бы и не сильно кустовая, но и не сильно штурмовая, такая, знаете, 50 на 50. В общем, что у нас, полевая модернизация 1, 2, 1. Тут, ребят, тоже можно поставить и на обзор, если вы прям хотите чуть-чуть больше посвечивать, но я все-таки говорю, решил еще и улучшить маскировку, потому как она у нее далеко не самая лучшая. Все-таки 24,3 в неподвижном состоянии, это немного, согласитесь, для ПТшки 7 уровня. Но зато обзорчик, в принципе, неплохой уже сейчас, никаких перков и оборудования нету на обзор, но он уже 372 метра. Если поставить там какие-нибудь оптику, трубы, то за 400 можно разогнать, и ПТшка уже даже может кого-то подсвечивать. С мобильностью все очень даже прикольно. 19, уделка, максималка 52 вперед, 20 назад. Она очень мобильная, в принципе, на ней можно менять дислокацию просто по щелочку пальца. Прочности у нас 900 хэдпоинтов, очень мало. Улетаем с 2-3 выстрелов от 7 уровня, а то бывает и с 2, с 1. Но ладно, ребят, теперь самое интересное, это вооружение данного челленджера. Разовый урон 280, а это очень хороший урон для 7 уровня. И бронепробитие 220. Также ПТшка неплохо так всех пробивает. Перезарядка 6,4. А это, ребят, довольно-таки уже приятно. А если учесть, что разовый урон 280, то и средний урон в минуту выливается прям нехилы. 2609. Но это, ребят, не финальные цифры. Я его еще буду улучшать по мере прокачки экипажа, но и даже сейчас. Средний урон в минуту очень даже внушительный. ПТшка ДПМит просто лютым образом. Если вы там в кого-то вгрызаетесь, то серьезно, уйти живым от этой ПТшки, ну, бывает очень и очень сложно. Увены замечательные, минус 10 плюс 20. Но, ребят, башня неполного вращения, хоть она и присутствует, но всего лишь по 60 градусов. Вроде как это и немного, это лучше, чем ничего. Но иногда вы будете на это ловиться, если будете там из-за угла выезжать. Нужно к этому все-таки привыкнуть. Сразу не получится у вас так ее быстро освоить. Время сведения 1.96 и разброс 0.32. В принципе, сводится она долговато, но сама точность приятная. 0.32 на седьмом уровне, это хорошо. По скорости полета ББшка 878. Это медленно, ребят. На упреждение нужно прям приноровиться на ней стрелять. Но голдарь летает быстро. 1098 метров в секунду. Так что вот такие вот параметры, ребят. И действительно, вот что-что, ну вот пушка в челленджере, прям мое почтение. Она реально может набивать прям хорошие цифры урона. Ладно, друзья, конечно, все это хорошо, но давайте уже поедем в бой. В общем, я на ней сегодня прям сыграл неплохо так боев. Прям выкупил его и прям играл и играл. Ах, не успел. Ладно, там, по-моему, 24, по-моему, боя на ней сыграл или что-то в этом духе. И что-то средний урон у меня практически 2000 получился на ней. Для седьмого уровня я считаю, это прям неплохие цифры. И прям и отметки практически взял. Ну, тут как, не практически все-таки. Последние пару процентов-то они самые сложные. Но все равно было, по-моему, 75%, когда я ее выкупил. И вот уже две отметочки взял. Сейчас вот третья уже берется. И хочется прям за сегодня взять эти отметки. И прям вот поиграть на там еще танчики прям основательно. Ну, реально, что-то мне прям заходит на нем играть. Ну, этот бой, мне кажется, ребят, будет, наверное, недомажным. Не покажу я, что этот танчик может прям из себя показать. Что-то мне по кому стрелять и негде встать-то, по сути. Тут не угадать. Возможно, в центре будут баталии. А возможно и нет. Чувак до конца не знал, куда ему ехать. И в конце концов, просто взял и мне. Сломал весь тайминг. Надо было здесь постоять и пострелять. Но я не думал, что они прям будут светиться здесь. Если честно. Давайте попробуем. А, нет, все уже. Может блайндануть? Я же еще тот блайндист. Вы же знаете. Меня хлебом не корми, дай поблондить. Гуселька, 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 ребят. Давайте, давайте. Давайте под Джерома. А то он как-то здесь совсем. Где-то здесь, да? Может быть, где-то здесь уже? Смотри, какие, а. Уехали. Нашел. Нашел. С третьего раза, но нашел. Так, ешечка, ешечка, ешечка. Я тэшечка. Ой, сколько их тут много-то, а. А давайте пока. А как я не пробил тебя только что сейчас? Это нехорошо. Надо было пробивать. Ладно, давайте поедем уже. Поагрессируем. Они же здесь не поедут. Не должны, по идее. Ну хотя, кто их знает? Ага. Ага. Тут улып-песель стоит там. Стреляет. Но не надо. Такс. Автошлюпка. Ну вот как он там стоит и вот не светится? Объясните мне, пожалуйста. Это ж незаконно. Он уже свинтил. Надо помогать, пацану. Ну у него башка взорвалась. Ну ты чё? Сын собаки. Ты в себя поверил что ли или чё? Вот это плохо. Вот это очень плохо. Блин. Должен был уже давным-давно умереть. Тепись. Живой. Такс, неплохо. Нормально. Ах ты, собака. Ну я же до тебя доберусь. Твар. Твар по акции. Как меня сестра называет. Как бы типа тварь и как товар. Знаете, товар по акции. Знаете, так злобно. Ну вот такие вот у нас родственнички. Ну вот как я здесь промазал. Надо было попадать. Это очень плохо. Ладно, там. Давайте фугасик заряжу на супер хулката. Я скорее всего от него умру. А вдруг фугасик успею запихнуть прям с урончиком. Дааа. А ты умираешь, господин. У тебя не хватит ДПМа. Фугасик, господа. Возите парочку с собой фугасиков всегда. Новость. Как там это можно сказать-то? Новость дня. Либо совет дня. Возите с собой парочку фугасов. На любом танке. Воси пригодятся, как мне сейчас. Кстати, как-то знаете, по-моему 6 фрагов сделаю, если я не ошибаюсь, да? Как-то это не посмотрел. Что-то там какая-то цифра красивая вроде как была. Да и урончика немало. Все-таки 2000. Это прям неплохо. Но-но-но. Первая степень. Кто там? Иди отсюда. Так, 2,5 даже, господа. Урона 6 фрагов. Да. Нормально. Ну, развалил, да? Развалил кабинеты. Неплохо. Давайте еще боечек. Ну, прям говорю. Реально. Если бой располагает, можно накидать урона тонну. Конечно, кто-то скажет 2500 это. Что за урон? Что за тонна? Где-то такие меры берешь. Но все равно. Ну, согласитесь же. Вроде как немало. Ну, по сути, я все, что мог в этом бою, я вроде как пристроил правильно. Ну, я имею в виду свои снаряды пристроил максимально с уроном. Да, там пару выстрелов можно было бы получше сделать. Наверное, нет, да, два выстрела по Т-25 должен был ее пробивать. И в 34-ку, 85-ку тоже должен был попадать. Но не пробил, не попал. И вот, получается, было бы 3000 урона ровно. Где-то так. А это уже прям совсем хорошие цифры. Так, бой с деветочками. Возможно, тут будет очень быстро. У них все-таки ЛТшка вот этот. Ами-Х. Ох, как же они мне не нравились, когда я играл на сеттере. Это вообще такой неприятный танчик. Футурчик просто взял, приехал. Ну, все, господа, стоим. Стоим, ждем. Вот и дождались. То есть еще в Сушка попало бы. Было бы втройне замечательнее. Не-не-не, он сейчас пока не будет выходить. Так что не трать пока снаряды. Нет, нет, нет. Он сюда уже не выйдет. Если выйдет, то на очень короткий промежуток времени. Так, возможно, Сушка сейчас будет подниматься. Фунзо. Фунзо нет, а он по низу. Точнее, совсем, совсем-совсем далеко. Красная линия вжался. Возможно, стоит сюда. Ага, ну вот она. Как я и говорил. Ну вот, замечательно. Сделали, по сути, минус. С сухарем. О, хорошо. Кузнец в ангар поехал. А вот теперь можно попробовать... Блайн... А, ну не попал. Блайндом. Слишком высоко пошло. Что ты там показываешь мне? Видать, да? Видать, я один такой дурак, да? Не хочу туда смотреть. Так, ну что-то там совсем наших-то давит. Футур пока что в воде барахтается. Пускай барахтается. Мы на него внимания не обращаем. А вот то, что у нас футур умер, это... Умер. Это очень печально. Давай, давай, давай. Найх. Странно, что я... Ага, шипы такая. Попал, да. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Челик, давай, давай. Ага. А как у тебя достает... Извините меня... Эээ... Отрисовочки? Мм? Можно... Можно узнать. Мм... Понятно. Это называется перманент. Надо было стрелять. Потому как все равно не хватило бы времени свестись до конца. Так, ну у них ЛТшка уже прям совсем подъехал к нашей базе. И развлекается с футуром на парочку. Ну вот не знаю, вот я сюда приехал, вот по сути-то зачем. Может быть ты что-нибудь предпримешь? Нет? Не хочешь, да? Обидно. Надо было попадать. Ну... Ну не надо. Не надо. Давай вот этого... Вот это не делать. Не будем. Эх. Прошляпил. Все прошляпил. Не видно. Слишком низкий. Давай, 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 давай. А, он там по низу пошел. Его, увы, не заметите. О, ШПТК можно. Отлично, ШПТК дали. Не пробью. Не попаду. Ну все. Бой закончен, по сути. БЗ. Здорово, БЗ. Ох, разогнался-то. Разбился нафиг. Ну, вроде здесь никогда не разбиваешься, и тут на... И разбился. Греца, не отдаюсь я противнику, да? Так, это был еще третий бой уже. Или второй. Запутался, господа. Сегодня уже слишком много, по-моему, сыграл боев. Уже башка не варит, нифига. Как тебе на базе, кстати, стоится? Нормально, 34-ка? Говорит, вообще по теме. Говорит, по кайфу. Говорит, нормально, постоял. Говорит, пофармил, говорит, отметочку. ВН-8. Фраги сделал. Много нафармил денег. Деньги не пахнут. Ох, умри ты уже, умри. Как тебе повезло, что ты два раза его поджег. Так бы тебе, по-моему, вообще бы урона бы не было. Ладно, все-таки бой с девяточками. Как ни крути. Второй, по-моему. Второй бой это был. Вспомнил. Да, сидел, думал, какой же это бой. Второй. Ну ладно. Хотя бы, знаете, чуть больше косаря дал. И это уже хорошо. Можно было гораздо больше давать, если бы ШПТК залетало бы. Ну там футур вообще разобрался. Вынес мусор. Давайте еще боечек. И буду закругляться. О, линия Маннергейма. Что-то как-то она уже в последнее время поднадоела, эта карта. Опять девятки. Да че, смеетесь, но... Это мне бой за шестерки за тот, да? Ну так я же один раз попал в шестерки. Почему я два раза в девятках? Говорит, ну пойдет тебе. Че-то. Вознагни здесь. Ага. Сейчас, по-моему, бой с нулем. Пи-экс, пи-экс, пи-экс. Ну давай, быстрее, быстрее. Я хочу нагибать. Давайте, уже стрелять поеду. Загружу свои 12 голдовых снарядов. И буду пулякать ими. Что там? Александр Емельяненко. 705-ый. КПЗ. Тартоис, блин. Тартоис, да? Угу. Ты че-то заикал? Что за фигня? Не надо сейчас икать. Не стоит этого делать. Давай уже подождем. Алёп. Нормально, Сеттер. Нормально. Вот, пропагандирую такую игру на ЛТ. Молодец. Ну, для чего это было сделано? Ну, для чего? Что, скажи, плохая для тебя карта? Да ладно. Серьезно? Я здесь таких мастеров брал на Сеттере. Красивейших. Причем с девятками. Вот, серьезно. Я вам помните, когда играл на Сеттере, я вам рассказывал, что с девятками брал мастер. На этой карте взял. И что? Вот, зачем лишний раз сдаваться? Ну, ты попробуй, попробуй. Ну, попытка же не пытка. Нет, говорит. Я с девятками на Семерке, я поеду, сольюсь. Ну, молодец же. Пантерка. Уезжай. Ну, ты же видишь, на тебя девятки, восьмерки едут. Ну, уезжай. Уезжай оттуда вы. Нечего там делать. У нас, вон, девятка ВК сдохла от Семерки. Ну, прикольно же. Прикольно. Давайте стратегически лайтовое положение выберу. Вот за этим бункером. И буду стоять за ним. До конца боя, господа. Извините меня, но в этот раз я постою. Потому как я не знаю, что это делать. Ну, команда какая-то мертвая. Не знаю, кстати, как здесь деревья правильно валить. Очень редко я здесь стою. На этой позиции. По-любому неправильно все это делаю. Сюда его завалить бы. Давай уже, вались. Наеда и пофигу. Пускай так лежат. Ну, там 705-й поднимается, да? Потихонечку. Отступи. Отступи, Эмиль. Он говорит, я герой. А герои не отступают. А по сути-то счет 1-4, но на 7 тысяч льваем. На 7. 1-5. О, замечательная командочка. Прямо... Ну... БЗ перебуковал. КПЗ еще нет. Не хватает обзора. Господи, да запустите вы их идиоты. Запустите. Ну, вот я должен сейчас был пробивать. Просто обязан это был делать. Ну, давай, членеджер, давай ты не будешь сейчас косить прямо вот в этом бою. Вот нужно каждую тычку пристраивать. Идеально. Ну, еще и Алифа не прошла. Он еще живой. Надо от этого добивать. Ну, хоть бы раз, хоть бы раз Алифа прошла. Пройдет она. Держи карман шире. Ну, серьезно. Вот киберспорт такой, знаешь, блядь. Вот прям вот вообще, да? Прям все, знаешь, прострелы такие, прям вот вообще. Что такая помойка? Слышно из-за недобитая. Ну, закрыл уже, закрыл. Ражик. О, го тут. Выбрал самого сложного для себя противника. Благо, что пробил. Так, пантерка. Палкатик. Не попал. Попал, не пробил. Собака сатула. Ладно, 2 700 урона, господа. На этой дебильной позиции. 2.15 счет. Ну, марафон. Последние дни марафона, я не знаю. Это просто ужас. Ужас. Тишь. Тихий ужас. Жаль, что в КПЗ последний стрелят ушел ниже. В гуслю просто попал. Не пробил его без уронщика. Так бы было бы 2000. Вот смотрите, если бы хватило бы альфы на ИСа 6, он бы не дал мне 700 урона. И все в этом духе. Ну, вот. А нет, кстати. Пробил, не пробил, что-то я не помню. Ладно, бог с ним. 2000 урона, так или иначе. Ну, знаете, второй по урону среди девяток. В общем, я надеюсь, показал танчик прям вот с очень неплохой стороны. Реально, вот какая-то эта дикая машина стала. Я вроде как помню его не таким имбовым. Может быть, потому что играл тогда совсем никак. Но сейчас же прям в правильных руках данная ПТ-шка может прям очень нехило наслить противнику. Так что, блин, я вам ее рекомендую. Попробуйте к ней присмотреться, если вы любите геймплей на седьмом уровне. Ну, или вообще просто любите геймплей на низких уровнях. Так что, ребят, попробуйте. Ну, блин, купите, поиграйте, не нравится, продадите. Тут потеряете немножко серебра. Ничего страшного, еще подкопите. Так что, ладно, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, жмакайте. колокольчик. Всем спасибо, всем пока.